всем привет с вами linux.com сегодня поговорим об автоматическом изменении обоев рабочего стола вот то есть просто так картинку поставить конечно не сложно но я хочу рассказать о сервисах которые есть в kde и вы можете очень легко выбрать там одного из поставщика услуг вот этих вот ну короче кто вам шлет картинки и каждый каждый раз когда вы будете включать компьютер они раз в день меняются у вас будет но там какая-то отличная картинка вообще вот например мне лично по большому счету особо не важно какая картинка потому что но обычно работаешь и у тебя все равно весь рабочий стол там заслонен какой-то программы в которой ты работаешь но вот это вот чувство когда ты включаешь компьютер в очередной день какой-то да и там такая вау картинка что ну действительно очень приятно вот иногда даже хочется такие картинки сохранять для себя да и ну чтобы в дальнейшем использовать давайте посмотрим что там есть значит смотрите правая кнопка мыши по рабочему столу настроить рабочий стол и обои здесь небольшие глюки есть с графикой но это сейчас из-за того что я пользуюсь вейландом и ну здесь как бы кить и 5 еще используется в нем баг есть который уже поправили в ключе шестом и ну через некоторое время вот этого бага прорисовки не будет это я так между делом чтобы просто например кто-то говорит что в линуксе там глюки есть а где их нету да они везде есть в винде и где-то там еще поэтому это так между делом заметочка значит смотрите вот значит куда нам нужно перейти тип обоев они разного типа бывают бывают обои динамические бывают вообще шейдерные ну то есть там буквально как какая-то вот 3d сцена компьютерная игра даже можно сказать да какие-то вот очень такие классные вы могли видеть даже в моих некоторых прошлых видео я использовал но сейчас у меня здесь ничего не установлено вот есть вот такие вот тоже вот смотрите интересные да они периодически меняют свой цвет и по моему своих предыдущих видео я тоже несколько раз использовал вот ну в общем да вы можете здесь загрузить дополнительные вот эти вот разные варианты но я сейчас это рассматривать не буду я хочу показать именно про изображение дня здесь можно из списка выбрать поставщика вот я например обожаю вот этого поставщика bing это microsoft ский значит источник они здесь чаще всего выставляют какую-то картинки какие какой-то природы то есть там ну может быть лес там может быть птицы дикие животные мне вот прям очень нравится это ну работают какие-то мировые фотографы да они там выкладывают люди голосуют за лучшую фотку какую-то ну как я себе там представляю да и вот значит она выбирается для как бы картинки дня ну вот давайте применим посмотрим что у нас там получается ну вот видите какая-то вот такая интересная штука подсолнух вот давайте вот покажу как переключаться ну например вики медиа но здесь такие не особо красочные но такие какие-то культурные там познавательные могут быть картинки да вот так он splash я не помню что это такой за источник ну вот тоже такие но на самом деле я сейчас вот как бы ну не офигеваю но на самом деле здесь иногда прям реально просто супер зачетные картинки давайте посмотрим пробежимся по разным другим источником ну да источником изображений так ну здесь что-то не работает а но они там сработал сработало просто так не сразу доезжает да вот какие-то спутниковые снимки вот этот вот очень прикольненький такой значит источник саймон сталин сталин хаг вот такие рисованные я тоже использовал своих предыдущих видео такие вот рисованные иногда какие-то вот фантастические такие элементы там есть в общем прикольно мне тоже нравились некоторые так вот national g graphic тоже есть вот но здесь не особо такие интересные по моему были фотки так изучение земли в общем там какое-то время требуется на закачку flickr а вот такие картинки я очень люблю мне нравится вот ну и вот картинка с которой мы начали да вот поэтому ребят пользуйтесь на здоровье я думаю такие вещи могут быть интересны новичкам да но также может быть старичкам кто не особо там лазил в эти настройки вот я например говорю я ну тоже не особо вот это все меняю когда-то нам часто я пользуюсь дефолтной темы на меня полностью устраивает да вот то есть обычно на такие вещи я внимание но не сильно много обращаю я вот обращаю внимание именно на функционал какой-то до который там в программе доступен и я чаще всего об этом рассказываю но вот может быть если такого плана вам тоже видео будут интересны пишите в комментариях и но я буду тогда продолжать вот на этом в данном видео все до встречи в следующих видео